Ребят, всех приветствую на канале Любовь к металлу. Приехали на долгожданный клуб. Давно не выбирались копать. Нашли место по картам. Был коровник вот там. Это все должна быть территория коровника, но к сожалению его перепыхали. Я не знаю сможем ли мы до него дойти хотя бы пешком. Я не говорю, что доехать на машине, потому что в таких местах запрещено ездить по полю. Засажено. И вот находится здание по структу. Здесь остается пара домов, но я так понял по выхождению здесь в ближайшее время здесь никого не было, потому что все уже зарастать начало. На этой стороне вот есть место, выходить можно. Там есть овраг, в него спустимся. Дальше вот там вдоль поля есть тоже овраг, между двумя полями такой овраг. Возможно в него скинули хороший металл. Я попытался, конечно, проехать, но там вот трактор есть. Если вы увидите, то я его не знаю. Увидите, я сейчас попробую приблизить. Нет, наверное, не сфокусирует. Он так, как бы его мыть. С первым сигналом включусь. Сигнал по-любому будет. Есть еще одно место в запасе, поблизости в двух километрах отсюда. Поэтому я думаю, в любом случае накопаем. Цена на металл вообще упала ниже плинтуса. 10 рублей. Сдаем жесть. В то металл вставляем, копим. С жесть сдаем, отбиваем бензин. Запасайтесь вкусной едой, а мы погнали за хорошим железом. Брата, ну я считаю, если даже здесь копали, то копали очень плохо, потому что я визуально нашел целый сброс у такого железа. Да, пускай оно не толстое, но оно железо. Прям вот оно лежит. И еще неизвестно, сколько у вас здесь лежит. Так что, копаем. Ну что, брата, спустились мы во враг, про который я говорил. Вот он. Наш первый сигнал. Это лист алюминия, если кому видно. Ну и визуально был найден вот такой вот металл. Что это такое, пока непонятно, ребят, но... Будем копать. Мужики выкопали тот сигнал, который был. Копаем дальше. Братва, находочка. Запчасть какая-то. Надеялось, что летаю, но, к сожалению, нет. Но тяжеленько. Ну что, друзья, вот такое количество железа мы нас смогли достать в этом овраге. Да, железо не толстое, много жести. В основном это была мусорка, скидывались туда ненужные отходы. Ну и там оказалось железо, которое мы сможем сдать и заработать денег. Две велосипедные рамы. Если что, авито доставка работает. Пишите в комментарии, вышлю. Вот такое железо. Сейчас на машине подъезжаем сюда, загружаемся. И продолжаем ходить. Планирую, ребят, все-таки пешочком я сходить вот. Вот, на тот корончик. Переключайтесь, смотрите нас дальше. Ставьте лайки. А я за мной вас. Ребят, ну что, мы вот так загрузились. Вот оно тут тоже было железо. Теперь у нас здесь объемно, не спорю. Много заняло места. Но, опять же, напомню. Найдя большое, хорошее железо, толстое. Вот это вот, вот это вот железо мы оставим здесь, если что, на следующий раз. Так что сейчас пойдем искать вот в этой вот местности, за оврагом уже туда. Зайдем в тот лесок, посмотрим, что там было. Ну и я думаю, все-таки мы должны попасть вот в те места. Смотрите, не переключайтесь. Братва, вот отошли от того места. Сюда решил к домам пройти. Ну и как вы думаете, вот она находочка шикарная. Сейчас достану, от земли отобью. Я так думаю, что это диск какой-то. Четко. Ребят, пробежал, прям вон за деревом стоит металлоскатель. Вот за этим вот кустом точно. Вот такая вот, летая железочка попалась. Вот такая вот, прекрасная железочка попалась. Я думаю, ребят, здесь тридцатка уже смело есть. Ну и такой бытовой металл. Я так думаю, что вот это, наверное, от бочки. Либо с дыр... А, нет, это скорее всего от велосипеда, потому что дырки под спицы есть. Ну и жестяночки мы все равно собираем, потому что бензин надо чем-то отбивать. Идем дальше. Ребят, вот за последние полчаса находки у нас вот такие, ну это лежало прям наверху. Неплохое железо. Такая вот цепочка. Литой кол. Ну я так понял, это какой-то барный от получается. Закрывался, вот он даже закрывает. Сейчас покажу. Где он закрыл. Где он открыл. Прикольно здесь ходить. Оказывается, дома вот эти все брошены. На них даже никто не брал. Ну, обычно везде уже разобрано, ребят, вот с крыши металла. Но мы этим делать не будем. Поэтому будем ходить. Сейчас вот здесь вот покопаем. Вот здесь вот еще пробежимся еще разок, где нашли тот диск. Так что не приключайте, смотрите. Мужики, ну это уже третий велосипед по счету. Так же, напоминаю, ведь доставка работает. Кому надо справлю, пишите в комментариях. Так же, ребята, в нашем интернет-магазине есть неплохой набор инструментов. Практически новые. Но с хорошей скидкой. Мужики, наконец-таки. Мужики и так же девушки смотрят канал. Это лемех. Я давно о нем мечтал. И из такого, чего я не находил, осталась слишком ровная поилка. Траки находили, лемехи находили, звенки различные находили. Лемех нашли сегодня. Кто бы мог подумать, что вот найду я его здесь. Осталась поилка. Но навряд ли сегодня мы ее найдем. Но будем стараться. Так что, работаем. Вот такой, ребята, хороший железо продолжает попадаться. Это чугун. Скорее всего, от печного металла. Так же, железо лежит прямо под ногами. Так же, вот литой металл. Очень хорошая железочка. Ну и жестянку мы не забываем. Конечно, она уже, ребят, плохая, но умыться я считаю, что можно. Такая красотища. Домики брошены. Но мы здесь не вандалим, ребят, если что. Просто зашли умыться. Слишком жирковато. Понимаете, вот обращаясь ко всем копателям. Зачем нужно влазить вот в этот дом, да? Но он закрыт. Не нужно ломать замки, ребят. Не нужно этого делать, это ведь не ваше. Найдите где-то рядом с домом в огороде себе железку и идите с Богом. Люди дошли до такого, хозяева домов, что пишут вот такие записки. Металла нет, не ломайте, пожалуйста, замки и двери. Уже надоело. Ничего интересного здесь не найдете. Скажите мне, пожалуйста, для чего ломать замки, вламываться в дома и что-то искать? Найдите свое, то, что вам принадлежит где-то далеко от этого дома. Либо в огороде, либо за огородом. Но зачем? Люди строили, люди делали, люди тратили деньги на то, чтобы восстановить то, что вы сломаете. Вот он стоит, сарай. Но зачем он кому нужен? Там лежат, допустим, вещи. Люди, которые здесь живут, это не ваши. Они на данный момент их здесь нет. И это вам дает возможность покопать где-нибудь вот там, на огороде, за этим домом. Но никак не ломать сюда и искать какие-то драгоценности. Здесь ничего нет, умные люди не оставят здесь драгоценности. Не вижу смысла ломать замки. Поэтому, ребят, не будьте вандалами, а копайте хороший металл вдаль от домов. Вот про что я говорил, ребят. Вот дом, вот уже не знаю что. Сейчас попробуем с вами лайф найти сигнал. 62. Ну это не очень сигнал. Это тоже что-то интересное. Больше 80-ти, хороший металл. Пробуем лопатой сейчас найти. Вот он. Вот железочка. Сейчас. Неудобно, конечно, снимать. Вот он, ребят. Еще один ремешочек при вас прям нашел. Я так рад, когда они находятся. Пожалуйста, не надо залазить ни в дома, ни ломать замки. Вот они лежат. Вот он лежит, металл. Ставьте лайк, ребят, если нравятся видео мои. Братва, ну вот так вот. Загрузили мы металльчик. Металл, помните, да, что есть разные всякие. И литой, и нелитой. И жестянка, и нежестянка. Ну, опять, напоминаю вам, жесть сдаем. Литой металл оставляю. Потому что по такой цене хороший металл очень жалко сдавать. Сейчас еще пробежимся, ребят. Вот эту территорию мы не добежали. Так я помелось, прошелся. Ну, чуть-чуть. Вот этот сейчас уголочек. И вот там вот за домом, вот там, где кусты торчат, там тоже интересное местечко. Ну, а до того коровника мы еще даже не дошли. А прицеп уже полный. Сейчас запаковываем и погнали дальше. Копаем, ребят. Время сейчас у нас, чтобы вам не соврать, секунду. Время сейчас у нас 12. Копаем из 9. Вот за 3 часа мы наберемся. Пускай всякого, скажем так, дерьма. Ну, и металл там хороший тоже, ребят. Ребят, приехали загрузить последний волокуш. Ну, не последний, а крайний. За этот выезд, потому что жара прям утомляет. Вот водичка заканчивает. Сейчас загрузим. Покажу, что привез. Ну, так, жестянки много. Она под ногами просто валяется, ребят. Жалко оставлять. Такая вот трубочка попалась. Ободочек неплохой. Хорошая тоже железочка. Вот, видимо, от борта. Так что, ребят. Сейчас камеру переключу. Так что, ребят, считаю, это место из нашего списка мест вычеркнет. Сейчас доедем, поедем домой. Переберу металл, который сдам. Это, ну, плохой металл. Хороший металл оставлю. Пускай лежит. Ну, чтобы не обесценить свой труд. Вот, как вчера видео выложил. Один блогер, написано, у него было металл не грибы. Ценить свой труд. Не сдавайте по такой цене. Ну, а что бить бензин? Я думаю, 50 килограмм жести сдадим. Так как около 400 рублей мы потратили на бензин. Но, места здесь есть еще, ребят, где ходить. Но, не знаю, попаду ли я сюда. Потому что, вот, после нашего того врага мы не ходили. Мы не добирались с вами до того коровника. Мы все, весь этот вес набили, грубо говоря, вот на пятачке. Ну, немножко места мы прошли, грубо говоря, 50 на 50. Вот, считаю, что в этом копе мы набрали где-то около 140 килограмм. Потому что плюс-минус голозомер уже и по волокушам таскаю, понимаю. И плюс лемехи, диск вот этот большой. Ну, и хорошо, хорошее железо летое есть. Так что, ребят, завтра выезжаем тоже на коп, поедем на ферму заброшенную. Но к ней есть подъезд, там много оврагов рядом. Так что подписывайтесь на канал, ждите нового видоса. Ставьте лайки.